Смертельный спуск. В Саратове произошла очередная авария с грузовиком, ехавшим с горы. Фура на большой скорости пронеслась через детскую площадку и врезалась в угол девятиэтажки. О масштабах трагедии, реальных и возможных жертвах смотрите в сюжете Юлии Шишкиной. Смятая фура в крахмальной пыли, развороченный забор. В 15.07 в жилой многоэтажный дом номер 180B на улице Новоузенской врезался груженой коробками крахмал и грузовик. Удар был такой силы, что картонные обрывки разлетелись на несколько метров вокруг, повисли на уличном кондиционере. Спасателям пришлось откапывать кабину в сугробе крахмала. Наша съемочная группа снимала эти кадры спустя примерно 40 минут после столкновения. Предварительная версия, это на данный момент единственная, что у автомашины отказали тормоза и данная автомашина выехала в дом, в жилой дом девятиэтажный. В результате данного происшествия водитель погиб на месте. 22-летнего водителя смяло от удара. Сильно обезображенное тело спасателям пришлось извлекать из кабины буквально по частям. Парню оторвало ноги, разморжило голову. Известно, что масса с полуприцепом следовал из Воронежа. Водитель был в кабине один. Машина двигалась с кумысной поляны по склону улицы Новоузенской в сторону центра Саратова. Водитель летел сверху, хотя здесь движение запрещено. И милиция, в принципе, постоянно наверху стоит, контролирует. Тормоза не работали, потому что водители говорят, у него из-под колес шел дым. И сразу с поворота ушел сюда, в этот угол. Вот дерево самортизировало немного. То есть удар не такой сильный получился. Грузовик пронесся по детской площадке рядом с девятиэтажкой. Местные жители говорят, что обычно здесь много родителей с детьми. Но по счастливой случайности за несколько минут до столкновения качели-песочницы опустили. Иначе жертв могло быть и больше. Стена дома от удара практически не пострадала. По словам жителей девятиэтажки, это не первая авария на склоне Новоузенской, пусть и с участием легковых авто. Они уверяют, что не раз обращались в полицию с просьбой установить здесь сдерживающие отбойники. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.